Решить уравнение косинус 2х равняется 1 минус косинус от π на 2 минус х. И сразу вот с ним поработаем. Если есть возможность каким-то образом аргументы внутри тригонометрических функций сделать красивыми, ну то есть х-ами, чего нет. И нарисовав, допустим, треугольник, тут если я скажу угол альфа, да это прямый угол, а стороны пусть будут, если альфа, то напротив а, здесь b, а здесь c. Так вот, вот этот угол будет 90 минус альфа. Если мы будем искать его косинус, вот косинус 90 минус альфа, это будет а делить на c. Но в то же время это и синус угла альфа. И поэтому всегда косинус 90 минус альфа можно менять на синус альфа и наоборот. Синус 90 минус альфа всегда можно записать как косинус альфа. Это одно и то же. Также это будет работать и на единичной окружности, то есть для всех углов, не обязательно для углов от 0 до 90. Поэтому наше уравнение превращается в более удобно. Косинус 2х равно 1 минус, и здесь написано синус х. Так легче уже видеть. Теперь с косинус 2х как бороться. Но нужно здесь х каким-то образом записать. Но есть. И тут уже да, можно показать тоже откуда она берется, но это долго, легче посмотреть ролики тригонометрии. Напишу косинус 2х. Это косинус квадрат х минус синус квадрат х. Но можно тогда и заменить это. То есть из этой формулы еще две вытекают. Одна, где мы... А, тогда еще напишу. Синус квадрат х плюс косинус квадрат х. Это 1, и мы поэтому можем его заменить на вот следующее. Косинус квадрат плюс синус квадрат минус 2 синус квадрата. И тогда получится, что косинус 2х это 1 минус 2 синус квадрата. Или же это будет 2 косинус квадрата минус 1. Или так, или так можно его написать. Это одно и то же. Просто чем хороша будет именно вторая, в нашем случае, формула, тем, что косинус 2х мы превращаем полностью в единицу. Это число какое-то синус квадрата, и тут синус. То есть у нас будет квадратное уравнение, где переменная это синус. То есть будет написано здесь 1 минус 2 синус квадрат равно 1 минус синус х. Даже единицы сокращаются, минусы тоже можно убрать. Ну или перенести все в одну сторону. То есть будет 2 синус квадрат х минус синус х равно 0. Я перенес 2 синус сюда, просто написал это слева. Ну или убрал минус и перенес синус влево. Синус х можно вынести за скобки. Тут будет 2 синус х минус 1 равно 0. И поэтому решениями будут или же синус х равно 0, он обнуляет здесь, или же синус равен половинке. То есть тогда будет 2 половинки, это 1 минус 1. В случае с нулем, как получить синус 0? Это х должны быть или 0 градусов, или 180, или же 360, и так далее. То есть каждое полкруга в синус обнуляется. Ну и отрицательное тоже, минус 180 и так далее. Легче всего это записать, как если через радианы π, π умножить на k. Где k это целое число. Здесь же уже иксы будут какие? Вот если я на единичную окружность посотрю, мне нужно найти, при каких углах мы врежемся на высоте половинка. Это будет или угол в 30 градусов, вот этот, или угол, который без 30 и 180. Поэтому легче взять, допустим, какую-то средину. Вот тут 90 градусов. Это π поделить на 2. Плюс-минус π поделить на 3. То есть один прыжок, это вот. Если мы сюда идем, это минус. 60, сюда идем, плюс 60 градусов, мы попадаем вот в эти значения. 30 и 150 градусов. И потом говорим просто, повторяя это каждый круг. То есть, сколько тут? 2π умножить на k. То есть или здесь все решения, или здесь. То есть все иксы, которые я написал, любой из них, если мы подставим в это уравнение, они дадут 0. Слева. И он будет равняться 0 справа. То есть обнулится или он, или он. Может быть, как вариант, попробовать найти какую-то более удобную закономерность по точкам. То есть какие точки обнуляют. У нас или же вот эти, вот эти, вот эти и вот эти точки. То есть каждый круг будет 4 значения. Ну и кругов этих бесконечно.